Лучших новгородских Анискиных традиционно определили в полиции. Итоги ежегодного конкурса профмастерства участковых подвели в двух номинациях – город и село. Анискина 21 века члены жюри выбирали в два этапа. Сначала оценивали работу конкурсантов на месте службы. Значение имели отзывы коллег и простых граждан. Затем участковые сдавали зачеты по стрельбе и физической подготовке. Проходили собеседования, где демонстрировали профессиональные знания. В итоге до финала дошли шесть конкурсантов из Боровического, Старорусского, Демянского, Чудовского и Волотовского районов. Каждый на своем месте, вы все победители. Поскольку действительно общение с гражданами у вас – это основная функция органов внутренних дел, и вы успешно с ней справляетесь. В последнее время действительно гораздо больше приходит обращений ваших земляков, которые просят поблагодарить вас за ту работу, которую вы исполняете. Учитывая специфику работы полицейских в городе и на селе, призовые места распределялись в двух номинациях. Лучшим деревенским Анискиным стал участковый из Демянского района. Евгений Белов охраняет правопорядок сразу в двух сельских поселениях, где проживает почти две тысячи человек. Работая в глубинке, полицейские не жалуются на скуку и не делят преступления, совершенные на его участке, на громкие и заурядные. Бывает и дрова украл, но это тоже серьезно для того человека, у кого их украли получается. Уже так же ждет помощи. Ну и бывает, да, что-нибудь серьезное, серьезней. Всего уже не упомнишь, как бы много всего происходит. День участковый очень насыщенный. В первую очередь нужно работать каждый день на административном участке, чтобы снизить административные правонарушения, а также совершение преступлений. Сегодня в регионе на участках служат 220 сотрудников полиции. За последний год ими выявлено почти 10 тысяч административных правонарушений и более тысячи преступлений, половина из которых уже раскрыта. Благодаря ежедневной работе участковых в регионе почти на треть снизилось количество бытовых и уличных преступлений. Меньше стало случаев нарушения закона в нетрезвом виде.